Ситуация, скажем так, она показательная. Вот это очень полезно нашему населению смотреть такие сюжеты и смотреть эту ситуацию, наблюдать. Многие наши граждане не понимают вообще, что такое политик, что такое лицо наивысшего, которое реально. Мы сейчас все сидим, нам сбили за полтора года, что наше спасение практически, все наши экономики зависят от этой структуры, от этого конкретного, уже доказанного практически извращенца. И человек, который принимает такие решения, ловится на том, что даже любой наш районный депутат, который может, даже не представляет, что он может делать не только с горничными и с кем угодно, он не то, что не понесет ответственность, об этом никто никогда в жизни не узнает. Про высшие должностные лица я вообще даже не говорю, как бы это понятное дело. Ничего, ни иммунитета нету, нету невозможности договориться. Не говорю про то, что один из реальнейших был кандидатов в социалистической партии во Франции. То есть хотя бы из-за этой ситуации. Ну представьте себе, реальный кандидат, который можно будет просто... Попался бы он в России, да. Вот реальный уже газпромовский лоббист с видеозаписью, да, на будущего становится будущим президентом Франции, грубо говоря, да. То есть ничего это не помогает, потому что есть правосудие, да, которое закрывает глаза, которое, как Фемида, слепа, да. И публичный человек ничего не может сделать, как себя не может защитить и получит, ну судя по всему, на полную катушку. Единственное, хотелось бы, чтобы это все-таки никак не повлияло на получение очередного транса в Украине. Что же касается ситуации с Домиником Струсканом, то для меня, естественно, мы не знаем всех деталей и подробностей. И я бы до решения суда все-таки бы не считал его там виновным или невиновным. А показательно только то, что реально это человек, который претендовал и имел все шансы на то, чтобы стать президентом Франции. Очевидно, рейтинг Николая Саркази падал, и кандидаты социалистов имел все шансы на то, чтобы возглавить государство. И вот эта ситуация, случайно ли это или не случайно, мы этого не знаем, но она сыграла на руку Саркази. В любом случае, действующий президент Франции, я думаю, потерял руки от удовлетворения, поскольку реального, очень реального своего соперника у него нет. Как это возникло, мы этого не знаем. Ну, потерял руки от удовлетворения, судя по делам, все-таки не Саркази, а глава МВФ. Ну, понимаете, вот сравнивая просто, ну так, чтобы уже закончить, как бы это, да, вот сравнивая, вот тоже сказал коллега, да, делал Зинска. Вот, понимаете, вот представьте себе, по пятому авеню бежит этот глава МВФ с ружьем, с загорничной, насилует ее где-то на Бордвее, да. И вот, вот, то есть, ну, несравнимо в принципе, ну, что еще, вот, то есть, вот есть такой эксперимент очень хороший, да, сидит, психологически сидит человек, учитель, да, и у него такой пульт высокого напряжения, и сидит ученик, он подставной. И за каждый неправильный ответ он ему добавляет, да, и вот человек начинает сомневаться на 400 вольтах, да, когда это практически смертельное, да, да, то есть, человек, вот, граница, где его граница начинает заканчивать. То есть, для нас, следующий этап, это когда человек с пулеметом бегает, наверное, по селу, всех стреляет, вешает крестьян, и об этом узнает средства массовой информации, мы говорим, какая у нас развитая демократия, свобода. То, что он там убил 100-200 человек, да, вот это и есть, и мы показали эти трупы, ну, то есть, вот, я, опять-таки, без критики абсолютно, я просто говорю, что у нас уже измененное сознание, да, то есть, несчастный бывший губернатор Калифорнии не может завести интрижку, показывать женщину страшную, цветную, да, и думаешь, господи, это терминатор несчастный, самый большой человек в мире, самый известный, не может себе найти приличную женщину, вынужден спать своей прислугой, потом еще позорится на всю страну, и, 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 как бы, ну, то есть, мы живем в разных полюсах, разных мирах абсолютно, да, то есть, нормы, как мы относимся к публичной политике, у нас совершенно... Прямо так, у нас порог допустимого гораздо выше, чем во многих других странах. И то, что допустимо, практически безграничен.